Привет, друзья! Рада видеть вас на своём канале. И в этом видео я покажу свои раскрашенные работы за неделю, а также поделюсь и другими своими хобби. Раскрашенных работ не то чтобы много, но есть что показать. Я поработала в двух раскрасках и также раскрасила одну распечатку. Это вот эта иллюстрация. Это распечатка из книги Анастасии Колдыревой «Когда драконы мечтают». И я её раскрашивала специально для марафона Ольги Рани. Там была тема «Гнездо». И как раз была речь о том, что, может быть, раскрасить какие-то гнёзда не только птиц, но и других существ, и, например, драконов. Мне эта идея понравилась, поэтому я взяла именно эту иллюстрацию с дракончиками. Они тут сидят вроде как в гнезде или каком-то подобии гнезда. Раскрасила я всё полностью акварелью. Никаких карандашей не использовала. Вот такая иллюстрация получилась. Дальше иллюстрация в книге «Секретный сад». И здесь я раскрасила вот эту работу первую. Использовала я линеры. И я здесь решила не слишком пестрить, не использовать прям все цвета радуги, а взять только четыре цвета – фиолетовый, розовый, голубой и тёмно-синий. Это получилась довольно простая иллюстрация, но, тем не менее, она выглядит гармонично, на мой взгляд. Не слишком перенасыщена. Раскрашивала я её довольно быстро. Так что мне понравилось. И ещё одна работа в этой раскраске – это вот такая цветочная мандала. Тоже здесь я использовала линеры. Также гелевые ручки. Тут уже побольше цветов получилось. И такая пёстрая иллюстрация. Тем не менее, как мне кажется, вполне симпатично выглядит. Фон я делать не стала. Было как-то неохота. И здесь очень много мелких деталей. Так что пришлось достаточно долго посидеть, пораскрашивать. Но у меня как раз было такое настроение, чтобы раскрасить вот такую вот какую-нибудь иллюстрацию типа мандалы. Так что тоже я получила большое удовольствие от процесса. И, наконец, последняя работа в Ханни Карлсон. Это вот такая осенняя работа с листочками, желудями, грибочками. Саму иллюстрацию я раскрашивала карандашами Виста Артиста Интенс. А вот фон я раскрашивала гуашью и использовала свой любимый метод с губкой, чтобы сделать вот эти вот затемнения по углам. И результат, в принципе, мне нравится. Довольно симпатично получилось. Я заметила, что в этой книге мне летом неохота было раскрашивать летние иллюстрации. И у меня почему-то шли, наоборот, зимние. Но если вы смотрели предыдущие видео, вы наверняка это заметили. А вот осенью, наоборот, у меня большое вдохновение раскрашивать именно осенние иллюстрации. Так что я надеюсь, что я смогу раскрасить за осень. Если не все, то довольно много осенних иллюстраций отсюда. Что ж, буду надеяться, что вдохновение не уйдет и все получится. А теперь покажу то, что у меня получилось с эпоксидной смолой, другим моим хобби. Эту шкатулку я уже показывала в прошлом видео. Шкатулка из эпоксидной смолы с блестками золотыми. Она очень красиво сияет, переливается. И в этом видео я буду шлифовать дно крышки и дно самой шкатулки. Для этого я приобрела наждачную бумагу разной зернистости. Я использую воду, чтобы пыль от эпоксидной смолы не летела. И вручную просто пытаюсь отшлифовать, чтобы вот это вот дно крышки стало ровным. И чтобы ушли оттуда пузырики. Ну, по крайней мере, я посмотрю, что получается. И покажу вам. Я достаточно долго шлифовала и крышку, и дно. Но пузыри убрать у меня полностью не получилось. Тем не менее, в итоге дно стало матовым. И я решила покрыть его акриловым лаком. Вот я вам показываю то, что у меня получилось. Пузыри полностью не ушли. Но, тем не менее, дно стало ровным. И теперь я покрою его акриловым лаком, потому что я не знаю, как его отшлифовать до блеска. И я смотрела видео на эту тему. Нужен либо специальный инструмент, также жидкость для полировки. А у меня как раз под рукой был акриловый лак глянцевый. Я решила использовать его. Вот так вот все это выглядит уже после высыхания лака. Не знаю, правильный ли это метод, я никому не могу рекомендовать. Но, как видите, что поверхность стала глянцевой. Вот эти вот пузыри, где были, они полностью не ушли, потому что я боялась сточить слишком большой слой. Но, тем не менее, выглядит, конечно, это намного лучше, чем до шлифовки и до лака. Поэтому я, наверное, остановлюсь уже на этом этапе. Не буду больше шлифовать, не буду больше ничего делать. В принципе, да, недостаток есть, но он не такой уж сильный. И также хочу показать вам, что же получилось у меня с кулонами. Я их заливала одновременно с вот этой золотой шкатулкой. Они уже полностью высохли, застыли. И получилось очень красиво. Конечно, остались мелкие пузырики внутри. Но я уже особо на это внимание не обращаю. Я уже ничего сделать с этими пузыриками не могу. Тем не менее, даже с ними, я считаю, что смотрятся кулоны им довольно симпатично. И можно всегда сказать, что так и было задумано, что эти пузырики были частью плана. Вот с этим кулоном вышла проблема. Вот эта вот дырочка, которая должна была остаться для того, чтобы просунуть сюда бейл или там шнур. Она залилась смолой. Я слишком много смолы использовала. Хотела сделать вот такое покрытие, как линзу. И плюс, чтобы шишка не торчала. Но в итоге вот это вот отверстие тоже залилось смолой. Тут у меня цветок не полностью получился в эпоксидной смоле. И какая-то его часть осталась на поверхности. Но, тем не менее, вот эти листочки, они все покрыты полностью смолой. И они очень твердые. Поэтому я решила оставить так. Я не буду тут уже ничего делать. Там шлифовать или дозаливать. Ну, пусть останется так. Опять же, всегда можно сказать, что идея была именно такой. И что так и задумано. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok В этот кулон я положила шиповник, и он был достаточно высушенный, поскольку свежие ягоды точно нельзя в смолу закатывать, поэтому он у меня сох, и он тоже не полностью в смоле, но, опять же, пусть останется уже так. Он достаточно твёрдый, и я думаю, это нормально. С этим кулоном абсолютно такая же проблема. Вот это вот отверстие, куда нужно было вставлять бейл, оно тоже залилось смолой, потому что я хотела сделать вот эту вот линзу. Ну, ладно, я думаю, что это можно будет проткнуть с помощью какого-нибудь инструмента, так что надеюсь, что это можно будет исправить. Я снова залила смолой шкатулку, и на этот раз я использовала разные наполнители, различные блёстки, они все у меня из набора, вот этого вот творческого набора с эпоксидной смолой. И я брала розовые, а также такого оранжеватого цвета блёстки, и от них остались вот такие маленькие бутылочки. Я их решила тоже залить смолой, добавив туда разные наполнители. Вот в красненькую я положила кристаллы, также вот ещё две, в одну я положила цветочек, и в другую блёстки. После того, как смола высохнет, я закрою их же крышечками, и у меня получатся такие кулоны, как бы волшебные бутылочки. И также у меня осталось смолы на два кулона в молде. Что касается шкатулки, то у меня опять на крышке получились пузырики. Я их не успела убрать, я хотела убрать их чем-нибудь, просто вот, ну, пластиковой ложкой, например, подцепить и убрать. Но я не успела. Пока я занималась кулонами и вот этими вот мелкими изделиями, то у меня уже крышка схватилась, и пузыри невозможно было достать. Поэтому крышку мне придётся, наверное, шлифовать, как я делала с предыдущей шкатулкой. Вот. Но в целом мне очень нравится, как получилась эта шкатулка. Она такая полупрозрачная, нежная, приятная. И вот эти блёстки, их не слишком много, и они создают такой эффект чего-то магического, волшебного. Да, конечно, пузыри тут тоже есть, но их не так много, и они как-то дополняют, что ли, этот образ волшебства. Так что по наполнению эта шкатулка мне сильно больше нравится, чем предыдущая золотистая. Субтитры делал DimaTorzok В основной части шкатулки тоже, конечно, есть пузыри, но их не так много. Они не собрались в центре вот такой стайкой, как в крышке. И я думаю, что я с дном ничего делать не буду, потому что, ну, в принципе, она и так стоит, она и так нормально выглядит. Ну да, какое-то количество пузырей тут есть, но их уже не убрать. И, в принципе, в целом смотрится довольно красиво, несмотря на вот эти вот какие-то пузырики. Кулоны, которые я сделала, тоже застыли. Получился вот такой кулон с цветочком, который я сушила с помощью плоского метода сушки, так скажем, он необъемный, и поэтому он никуда не вылезает, ничего не выпирает, и выглядит хорошо, красиво. А второй кулон там просто блестки, никаких сухоцветов я туда не ложила, и получились тоже такие очень милые кулончики. А вот эти вот маленькие бутылочки, которые тоже можно использовать как кулоны, выглядят очень красиво. В один из них я положила бисер, и смола уже достаточно загустела, так что он не упал на дно, а получился как бы такой зависший, и это очень симпатично выглядит. А в другом же кулоне, наоборот, бисер весь упал на дно, потому что смола еще недостаточно загустела. Ну, в принципе, тоже смотрится неплохо. И такие магические кулончики, какие-то волшебные зелья в них как будто бы. И их тоже можно подвесить на шнурок, или на цепочку, и носить на шее. Я думаю, это тоже очень симпатично будет смотреться. Итак, я сходила в магазин и купила шнурки. Это специальная металлизированная нить, которая продавалась по метражу, и стоила очень недорого, по крайней мере, вот в магазине рукоделия, у меня возле дома, буквально ближайшем, и мне очень понравились эти шнурочки. Я решила сделать такую коллекцию кулонов, можно сказать, лесную, поэтому взяла коричневые оттенки и посмотрела в интернете, как их завязывать, чтобы можно было регулировать длину кулона. И, соответственно, сделала вот такие вот скользящие узлы. Кулон можно делать ниже, выше, соответственно, легко одевать через голову, потом подтягивать, и это очень удобно, и смотрится очень симпатично. Так что вот такая идея с нашими руками мне очень понравилась. И все кулоны я подвесила вот по такому же принципу, используя различные узлы, чтобы их подвесить на нить, завязать на нить. В интернете можно найти кучу вот таких вот узлов, как по-разному подвесить кулон и так далее. И хочу показать вот на примере того, как оно смотрится на коже, что пузырьки внутри кулона не сильно так уж и заметны и не так уж бросаются в глаза, особенно вот на фоне кожи, а не просто белого фона. Так что получилось тоже неплохо, я считаю, и это был хороший опыт. В конце этого видео хочу показать две шкатулки, как они выглядят рядом, как они отличаются. Все-таки мне намного больше нравится вот эта вот полупрозрачная, такая волшебная, мистическая шкатулка. Она вся переливается. Золотая тоже неплоха, но вот как-то мне больше нравится вот эта. Пишите в комментариях, какая шкатулка вам больше понравилась, что вам понравилось из моих раскрашенных работ. Ставьте лайки, и мне будет очень приятно, если вы подпишетесь на мой канал. Это поможет моему каналу. И большое вам спасибо за просмотры. Я надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Увидимся с вами в следующих видео. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok